Молодые оракулы, сурки Иван и Ева пока спят. С минуты на минуту сотрудники зоопарка разбудят их для того, чтобы они могли дать свой прогноз. Увидим, повезет ли нам встретить раннюю весну. Зубастые синоптики в этом году решили поспать подольше. Они не проснулись даже от настойчивых прикосновений нашей съемочной группы. Сотрудники зоопарка уверяют, что для 2 февраля в России такое поведение сурков вполне нормально. К тому же сон мохнатых оракулов тоже говорит о многом. Так как они сейчас спят, ну и по приметам народным, погода у нас сейчас говорит о том, что зима будет достаточно долгой, зима будет снежной, будет много вьюг. И есть большая вероятность, что весна в этом году начнется чуть позже обычного срока. Традиционный день сурказа родился еще в Древнем Риме. Только римляне использовали в качестве предсказателя простого ежа. В России роль синоптика от «Мир животных» некоторое время тоже играл колючий зверек. Но 6 лет назад в Самарском зоопарке перед гостями стали выступать Иван и Ева. Их предсказания сбываются не всегда, поэтому сотрудники гидромедцентра, например, прогнозам мохнатых вообще не доверяют. В прошлом году сурок нам обещал раннюю весну, а ее не было. Я не думаю, что сурок нам предскажет правильно погоду на весну. Ну, собственно говоря, еще одна примета есть такая уже как народная. Это начало, вернее, праздник Пасхи. Я бы ориентировалась на праздник Пасхи. У Дня сурка в России есть и другое значение. Это экологический праздник, призванный привлечь внимание людей к защите мохнатых синоптиков. У Самарского зоопарка, судя по количеству гостей, это получается. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События.